Всем привет, ребят! Сегодня расскажу вам, что это вообще за хобот такой, для чего я его купил. Сравним его с 18135 по виньеточке, по светосиле, то есть значению диафрагмы на разных фокусных расстояниях. И в конце вы поймете, что, скорее всего, ваш 18135 нужно отправить на покой. Ну и не будем долго тянуться вступлением, давайте сразу начинать. Это объектив Canon RFS 18-150. Это, можно так сказать, китовый объектив, универсальный тревел-зум, как говорит сама Canon, для ваших кропнутых камер, которые появились, собственно, не так-то уж давно, для таких камер, как R7, R10 и там уже новые какие-то, так понимаю, сейчас будут выходить. Но дело в том, что я кропнутую камеру Canon использую уже достаточно давно. Это Canon C70, только вот сидел тут 30 минут, думал, снимать здесь или не здесь. Тишина была абсолютная. Только сел снимать, начинается сверление дрелью, что-то пилят болгаркой. Короче, сейчас буду менять локацию. Так вот, возвращаясь к кропу, я кропом пользуюсь давно. Но пока Canon не начала делать свои кропнутые беззеркалки, объективы они для кропа не делали. Я использовал раньше 18-135 STM. Это объектив, который у меня был давным-давно. В принципе, он работает, все с ним хорошо. Он очень дешевый, можно купить там, я не знаю, по-моему, за 80 долларов сейчас. То есть, он стоит сущие копейки. При этом для меня, что 8 лет назад, что до недавнего времени, этот объектив являлся основным объективом для съемки обзоров. То есть, для съемки всего того, что не требует малой глубины резкости. Себя лично, конечно, я на него не снимал. Но все мои обзоры, все гаджеты, техника, которую вы видели, были сняты именно на него. Так вот, ребят, что я могу сказать про 18-150? Ну, во-первых, то, что этот объектив у меня уже был. Он у меня уже был в версии для Canon M6 Mark II. То есть, под байонет EFM. Компания Canon закрыла линейку EFM. И сейчас они просто берут свои кропнутые объективы оттуда и переделывают под байонет RFS. И вы, наверное, помните, как меня конкретно бомбануло, когда этот объектив нам только показали вместе с беззеркалками новыми. Как это убого смотрелось. То есть, они взяли объективы, которые у них уже были, и поставили их на более крупный байонет. И выглядят они совершенно непропорционально. Но сегодня я хочу вам рассказать, почему я, собственно, поменял 18-135 на вот эту штуку. Самая основная причина, это, конечно же, размер. Вот вы видите, как выглядит 18-135 STM с прикрученным к нему адаптером с байонета EF на RF. То есть, сам этот объектив немаленький. Но при этом, когда вы еще адаптер устанавливаете, он выглядит просто огромным. И, разумеется, беззеркалки для того, как бы и были придуманы, чтобы делать камеры компактнее и оптику также компактнее, меньше в габаритах за счет меньшего рабочего отрезка. Но ситуация то в том, что, когда я его покупал, вот этого объектива еще не существовало. То есть, даже неизвестно было, что он когда-либо появится. Поэтому на тот момент выбора не было. А сейчас выбор есть. Вторая причина, это, конечно же, в теории лучше работающий автофокус. Ну, поскольку объектив новый, он предназначен для беззеркальных камер. Соответственно, верно, он будет работать лучше. Честно говоря, он работает немножечко лучше. Но в любом случае, приятно осознавать, что ты используешь самую последнюю версию этого объектива. И, в принципе, если у тебя какие-то проблемы с автофокусом, то улучшить ты уже ничего не сможешь. Ну, вот, пожалуй, две основные причины, почему я этот объектив купил. И вы, наверное, спросите у меня. Чувак, ты снимаешь на очень большую камеру. Ну, она настолько большая, что какая тебе разница, какой тут объектив у тебя был. Маленький или там чуть побольше. На самом деле, разница есть. И, как вы видите, разница в полтора раза. Даже на большой камере это существенно. Потому что, не забывайте, что тяжелый объектив, он изменяет вам баланс камеры. То есть, центр массы смещается, и вам ее становится не очень удобно держать. А когда у вас центр масс приходится ближе к вашей руке, то, во-первых, и камера стоит устойчивее в руке, я имею в виду. И ей гораздо удобнее пользоваться. Поэтому я, не задумываясь, обновился на это стекло, как только оно появилось, собственно, в продаже. И, на самом деле, купил я его у парня, который купил себе кит с R7. Но он этот объектив не использует и просто выставил его как бы новым. Отдельно от фотоаппарата я его купил. То есть, купил я его дешевле, чем оно стоит. Потому что... И сейчас начинаются самые главные минусы. Я их сейчас буду перечислять. Первый минус, ребят... Смотрите, видно вам самолет как садится. Очень красиво. Занимаюсь сейчас потингом. Вообще кайфую максимально. Так вот, первый минус этого стекла, это просто заоблачная цена. Он стоит, посмотрите по ссылкам в описании, сколько он стоит. Если я не ошибаюсь, 500 или 600 долларов. 500 или 600 долларов. При том, что его аналог вы можете купить за 80 долларов. Ну и переходничок какой-нибудь там Viltrox купить еще за 40 долларов. Ну и переходник вы сможете еще использовать и с другими EF и EFS объективами. Естественно, от чего я просто возгораюсь. И от чего я возгорался, когда я делал обзор на этот объектив для версии EF-M. Это пластиковый байонет. Это топчик. Пластиковый байонет на объективе за пол тысячи долларов. Что тогда я говорил, что Canon нас не уважает. Что сейчас я говорю. Зачем здесь пластиковый байонет? Я не знаю. Еще раз напомню, если вы вдруг не знали, никогда не роняли камеры. Я, кстати, не ронял. Но, тем не менее, пластиковый байонет имеет один-единственный плюс перед металлическим. В случае, если ваша камера падает на асфальт, на твердую поверхность, у вас ломается только объектив. При этом у вас не деформируется металлический байонет камеры. Все. Больше плюсов у пластикового байонета нет. Вот эти несколько граммов, которые выиграли они, установив сюда пластмасску вместо железки, никак бы на опыт использования этого стекла не повлияли. То есть, это чисто жлобство полноценное. Ну, ладно, ребят. Идем дальше. Следующий минус. Это, конечно же, меньшая светосила. Если на длинном конце, на STM версии или на версии USM, которая самая последняя считается, у нас там светосила 5,6, то здесь у нас светосила 6,3. При том, что фокусные расстояния у нас изменились. Было у нас 18,135, а стало 18,150. Но, как вы можете заметить, диаметр резьбы под светофильтр существенно отличается. И это мне сразу сказало о том, что, несмотря на то, что этот объектив на минимальном фокусном расстоянии имеет дырку 3,5, он будет темнее на промежуточных значениях фокусных расстояний. И так, собственно, и оказалось. Я уж, конечно, максимально заморочился, потому что это я еще снимал вот эти тесты несколько месяцев назад. Сейчас бы, конечно, я уже так упарываться не стал, но тогда делать было особо нечего. Так вот, значит, я посмотрел на разных фокусных расстояниях, какую максимально открытую диафрагму смогут нам эти объективы продемонстрировать. Вот все это свел в табличку, и вы видите, что вот этот объектив темнее, чем 18,135. Уже со значения 62 мм он становится максимально темным. То есть дырка у нас закрывается до 6,3. Существенно это или несущественно? Я думаю, что нет. Потому что этот объектив в первую очередь предназначен для того, чтобы снимать в условиях достаточной освещенности, в условиях недостаточной освещенности, что то гуана, что это гуана. Но что касается размеров, еще хочу обратить ваше внимание, что в сложенном виде этот объектив меньше, чем ширик, чем ширик под EFS с переходником. Ну а также напоминаю вам, ребят, что если вы хотите посмотреть список моего оборудования, на что я снимаю, вы можете сделать это по ссылке в описании. Также там вы найдете список лучшего оборудования для съемки видео на смартфон. Ну и также, конечно, наша телеграм-группа, где я продаю свое видеооборудование. Вы можете его купить. И вы можете продавать там свое видеооборудование. И все мы вот так вот классно очень будем там в телеграме коммуницировать по продаже чего-то. Но опять же, обращай внимание, ребят, там только продажа и покупка. Не надо там спамить. Про музыку сказал вам уже? Нет? Ну и так знаете. По ссылке в описании, опять же, лучшие треки для твоего YouTube-канала на Epidemic Sound. Залетай по ссылочке месяц бесплатно. Все, как ты любишь, братка. Давай, береги себя. На объективе, в отличие от 18-135, нет вообще никаких переключателей. Там у нас были переключатели ручного и автоматического фокуса, а также включить и выключить стабилизатор. И Canon абсолютно разумно предположила, что без стабилизатора никто этот объектив в здравом уме использовать не будет, потому что незачем. Ну, а, соответственно, с ручным фокусом, ну, можете на камере нажать кнопку выключить AF и, собственно, будет вам счастье. При этом, чем меньше деталей, тем меньше вероятность, что что-то сломается, тем более герметичный корпус, хотя никакой влагозащиты здесь, естественно, нет. То есть, не на байонете нет резинового уплотнителя, я думаю, что каких-то там уплотнителей нет и внутри этого тубуса. Я этим объективом пользуюсь уже месяца, наверное, так, три, вот, если не больше пыль. Пока он у меня не засосал, но я его на улице практически не использовал. То есть, сейчас вот посмотрим, как он будет справляться с улицей, с мелким песком, с пляжа. В общем, поглядим, что называется. Ну, и третья причина, мы вот так вот вернемся назад, почему этот объектив лучше прежнего, это то, что за счет более короткого рабочего отрезка, ну, это я так лучи показываю света, которые падают на матрицу, короче, он дает нам чуть большее покрытие. И это означает то, что он дает нам меньшую виньетку. Смотрите, дело вот в чем. На C70 сенсор немного шире, чем на фотоаппаратах, кропнутых фотоаппаратах Canon. И когда вы устанавливаете EFS объективы на C70, то они дают вам виньетку. От этого никуда не деться, потому что они не спроектированы покрывать этот чуть более широкий сенсор. И в камере есть функция объективы EFS и сейчас слэш RFS. То есть для объектива спроектированный под кроп, камера предлагает вам добавить там кропчика процентов 5 и, соответственно, обрезать вот эту вот виньетку. И вот сейчас я вам показываю тесты, вы видите на своих экранах, что действительно на этом объективе меньше виньетка на всех фокусных расстояниях. И также, поскольку объектив новый, то с новыми камерами он поддерживает гораздо больше профилей коррекции. В том числе исправляется у нас дисторсия, исправляется виньетирование, исправляется что там даже у нас аберрации. Короче, мы получаем более правильную геометрию прямо из камеры, прямо из коробки. Теперь давайте расскажу, для чего я, собственно, этот объектив брал. Я его брал как основной объектив, опять же, для съемки обзоров, то есть для съемки какой-то техники. Потому что там немалая глубина резкости не нужна, а быстрота, удобство и широкий диапазон фокусных расстояний позволяют мне с одной точки сразу снимать 4-5 разных планов с разной крупностью, что ускоряет процесс съемки. Также этот объектив я покупал для съемки вот таких кадров. То есть в поездках, в путешествиях ты можешь с рук снимать достаточно отдаленные планы и, опять же, набивать много разных крупностей. При этом я не скажу, что эти съемки можно отнести к разряду каких-то профессиональных, высокохудожественных. Это такой вариант ревел-лога. Конечно же, угла на 18 мм не хватает. То есть шириком здесь и не пахнет, и это реально напряжно. То есть вот если бы он был 15-150, это был бы вообще лучший объектив. Но, к сожалению, такого нет. Canon там, ну как, слухи на Canon Rumors обещают нам то, что, может быть, в скором времени появятся какие-то там объективы, у которых и угол широкий, при этом они там до 80 мм на длинном конце будут. В общем, если они появятся, тогда я куплю их уже. Вот, но пока таких объективов не появилось, поэтому имеем то, что имеем. И, в принципе, с теми задачами, которые я на него возложил, он справляется отлично. Что касается резкости, детализации, технодрочем, вот этим заниматься мы не будем. Вы видите все на своих экранах. Масштабировать картинку я тоже не буду, поскольку, возможно, если вы фотограф, вам это важно. Но канал у нас называется «Ты видеограф». Весь видеоконтент сейчас потребляется онлайн. На YouTube с его сжатием, да и на том же Netflix с его сжатием. Разницы между очень резким объективом и просто хорошим объективом вы не увидите вообще. Поэтому меня эта история абсолютно не парит. Более того, мы снимаем не в 8К, мы снимаем в разрешении 4К. 4К – это всего лишь плюс-минус 8 мегапикселей. И, естественно, 8 мегапикселей любой такой объектив будет спокойно разрешать. Также, о чем следует еще сказать, это о качестве стабилизатора. И поскольку на C70 нет матричной стабилизации, то вот я там по ходу видео, наверное, буду вам показывать кадры без стабилизации. Да, да, без стабилизации. То есть вот то, что я вот прям снимал с рук. То есть все кадры с рук для того, чтобы вы поняли, как она работает. В принципе, стабилизация работает неплохо. Ну, она работает немного лучше, чем на 18-135, при этом снимать на фокусных больше, чем 120 мм на этом стекле я не советую. Потому что, ну, стабилизатора уже начинает не хватать. То есть вам прям приходится, ну, скажем так, задерживать дыхание, можно так сказать, да, для того, чтобы снять хорошие кадры. И поскольку стабилизатор может компенсировать вам движение только по горизонтали и по вертикали, но он не компенсирует движение по оси ролл, то вы видите на тестовых кадрах, несмотря на то, что они достаточно стабильные, все равно вы видите шевеление как раз-таки по вот этой вот оси ролл, то есть по линии горизонта. То есть вот эта маленькая раздражающая шевеленочка, шевелиночка, не знаю, как правильно, может вообще такого слова нет, которая, собственно, исправляется матричной стабилизацией. То есть, если вы будете использовать этот объектив на R7, ну, собственно, будет у вас все работать просто превосходно. А вот если вы будете снимать на R10, где матричной стабилизации нет, то результаты вот у вас будут точно такие, как я вам показывал на тестовых кадрах в сегодняшнем видео. Доволен ли я этим стеклом или недоволен? Ну, собственно, если бы я был недоволенным, я бы его и не покупал. Ну, потому что этот объектив у меня уже был на M6 Mark II. То есть здесь, как я сказал, просто другой байонет. Мне он нравился, да, своей компактностью. Качество изображения меня устраивает. По цвету он не какой-то там мега контрастный, он не дает нам какую-то там мега насыщенную картинку. Но это китовый объектив, и ожидать от него чудес я бы не стал. Если мне хватает, думаю, и вам точно хватит. Опять же, за 500 баксов покупать его смысла нет никакого. Я его купил, по-моему, за 300 долларов новый, ну, раскитованный. И вот это реально его красная цена. То есть, ну, 350 может быть, если вы будете его покупать, опять же, не с рук, а в магазине. Это край. Покупать его дороже смысла никакого нет. Просто ищите раскитовку, кто купил комплект и продает этот объектив новый. Ну, и напоследок, несколько слов о том, как он сидит на байонете, собственно. На байонете он сидит очень хорошо, люфта никакого нет. Но это пластик. И если вы будете по 10 раз в день его туда-сюда чирикать, то, возможно, через год у вас какой-то минимальный люфт появится. Но, как показывает практика, Canon делает достаточно надежную технику. Поэтому, если не посчитали, что сюда подойдет пластиковый байонет, скорее всего, он будет у вас работать и через 10 лет, и проблем никаких у вас не будет. Но просто тогда и делайте цену на этот объектив дешевле. Вот в чем моя основная претензия. Всем пока, друзья. До новых встреч.